Живём мы в Америке, в штате Массачусетс, но вся наша жизнь связана с родным ХПИ. В ХПИ я полюбил физику, приобщился к миру кино, нашёл своих жён и познакомился с многими интересными людьми. В киностудии ХПИ мы с Ирой участвовали во многих проектах. Помнишь? Конечно, помню, да. Стереомультфильм в 3D, ЭВМ-фильм. Здесь с Голубчиком мы сняли мультик «Автобус». Очень приятно, что спустя 40 лет наши друзья из Киева, Минска, Москвы и Питера помнят его, потому что его показывали в передаче «Весёлые ребята» по всему Союзу. Спасибо Аркадию Михайловичу Фаусту за ту свободу творчества, которую я имела в киностудии ХПИ. Тут я лепила, рисовала, делала кукол, мультики, ставила спектакли, делала иллюстрации дня книжек и многое другое. Ещё в восьмом классе я попал на день открытых дверей в ХПИ. И с этого момента я стал каждое воскресенье с восхищением бегать в физкорпус, служить лекции по физике. После окончания школы меня благополучно не приняли в ХПИ. И моя школьная учительница математики Нина Томасовна, которая верила в меня, по блату устроила меня токарем на завод ХПИ. Здесь я работал с замечательными людьми. Мастер-цеха Пётр Николаевич и дядя Юра Бартенев, токарь, который поразил меня своим интеллектом и поведал мне истины бытия. После повторных попыток поступления в Одесский политех я оказался на острове русским матросом. И я открыл для себя истину, что хорошие люди есть не только в Харькове, но и на краю земли. Это открытие помогло мне потом не побояться перешагнуть океан и начать всё с нуля. В Владивостоке я без блата поступил в политех и после дембеля перевёлся в ХПИ уже по блату. Итак, снова ХПИ. Работа на кафере ДПМ. Вадим Тихонович Деревянченко. Прекрасный человек. И там же я познакомился с Мишей Смирновым и работал с очень интересными людьми – Аристов, Богомолов. Там же я случайно попал во Дворце студентов ХПИ на спектакль по пьесе Маяковского «Баня» постановки Гарри Керцера. Это было для меня открытием нового мира. Фауста, Варшавяк, Гонцевич. Итак, я оказался в киностудии ХПИ, где Бродский, Фаустов, Зубарь и Столбовой открыли для меня мир кино. В 2002 году мы с Женей создали наш небольшой музей «Анимэджик». Это музей кино, визуальных эффектов для кино, мультипликации и изобразительных искусств. В нашем музее мы не только читаем лекции, проводим экскурсии для детей и взрослых и рассказываем об истории кино в наших краях, но и даем детям возможность сделать небольшой мультфильм. Таким образом, мы здесь продолжаем традиции киностудии ХПИ. Хочу вам показать наш музей «Анимэджик». Начинается все с моей небольшой картинной галереи, иллюстрации к книжкам, которые я сделала. Вот такая книжечка была издана в Штатах, а это в Харькове. Каталог выставки, которая была в Харькове в 2012 году в выставочном зале областного музея. Мы уже давно живем в Америке, но здесь продолжаем творчески общаться с нашими друзьями. Я сейчас заканчиваю спектакль «Снежная королева» в Театре кукол. Недавно вышла моя детская книжка, автор Сергей Потемков в харьковском издательстве «Фолио». И во время кинофестиваля «Сирень» мы проводили мастер-класс ХПИ. Так что ХПИ – большая частица нашей быстротекущей жизни. С теплотой вспоминаем всех вас. Желаем дальнейших успехов родному ХПИ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!